Добрый день, дорогие друзья! С сегодняшнего дня Луганская интернет-телевидение «Голос народа» начинает новый цикл программ, где мы будем представлять героев Украины, тех людей, которые отстаивают демократический выбор нашего государства, которые на Майдане находились с первых дней, которые находятся сейчас, сегодня уезжают. Мы будем стараться освещать все события не в том ракурсе, как это все показывается луганскими каналами, а то, что как есть на самом деле. Сегодня у нас в студии луганчанин, который с первых дней находился на Майдане в Киеве, который по его лицу видно, что следы, когда он защищал и защищает демократические ценности нашего государства, это Виталий Дудин с «Красного луча». А вы в «Красном луче» были, когда Майдан начался? Или как? Расскажите, пожалуйста. Нет, я находился в Москве. Я просто работаю в Москве. Потому что заработки, когда стали маленькие на Украине, я уехал в Москву. И вот на протяжении 10 лет я работаю в Москве. И после того, когда я услышал и увидел, можно сказать, не то что по интернету, а по новостям, я буквально на следующий день просто уехал в Киев. Я число точно не помню, но около двух недель назад. Мы ходили с таблицами, с флагами, песни вечером пели за поддержку Украины. Водку пили? Водку нет вообще. А почему? Ну а смысл? Зачем туда ехать, чтобы просто пить водку и потом, извините за уважение, как раньше друг другу лицом пить? Сейчас и московские каналы, и наши луганские показывают, что Майдан загажен, мусора, туалеты где стоят. Как вы питаетесь? Что это? Как это все происходит? Расскажите, пожалуйста. Люди людей не оставляют. Вот при выходе из метро, на независимости, их стоят 20 кабинок минимум, бесплатных. Прям выходите, когда с метро сразу, справа они стоят, бесплатные. Всегда и чай горячий, там бумажки не валяются, я не знаю, где они это взяли. Они показывают только людей, они не землю показывают по телеканалу. То есть убирается все, да? Все там чисто. Вот день или ночь, когда произошло избиение на Майдане, расскажите, пожалуйста, что там было? Просто люди, кто не спал еще, ну так, в основном все отдыхали. Просто, я не знаю, как это, воронки, я как их назвать воронками, не знаю, милиция, извините за выражение, как их еще по-другому назвать. Они просто, как во время войны, захват каких-то пленных был. Они просто так избивали людей. Так а что вы делали, вот скажите, в тот момент? А я побежал, где это все началось. То есть вы были в другом месте, да? Да, мы были в другом месте. И вы побежали спасать, показывать помощь? Там не только, там крики начались. Когда мы побежали, я, можно сказать, буквально три минуты, что я что-то помню. Вы на правой стороне лица, вы все видите. У меня кровь пошла. То есть сознание потеряли, да? Да, это один милиционер ударил слева, а вот этот в маске лицо я не мог рассмотреть. Он просто дубинка. И упал еще ногами, мне начали по почкам. То есть первоначально вас ударил милиционер, или даже не сотрудник Беркута? Нет, не сотрудник. Это второй уже был, и Беркут, и не Беркут, я его не помню. У него щит очень большой высоты, ну, больше половины роста человеческого. И они просто не разговаривали, просто размахивались один, второй сзади, и упал еще ногами. Это просто была команда их напугать, и еще после этого пугания просто-напросто они разбегаются. Никакого Майдана не будет дальше. Но они, правда, ошиблись. Народу еще больше потом появилось. Еще больше, да? Конечно. Скажите, а вы за медицинской помощью обращались? Нет, мне помогли там. Как помогли? Перекуси, водорода облили, и там замазался, и... Залезался, да? Да. Там, когда закрыли, когда вы знаете, что до сих пор не выпускать, я боялся, что из больницы уже, можно сказать, то же самое, заберут меня в тюрьму. А не пробовали сейчас уехать обратно в Россию? Пробовал. И что? Меня высадили на брянской границе. За что? А за то, что у меня в прямом смысле слова наклейка «боец», на груди большая наклейка «боец», там написано «оставайся людиной». Сначала вроде нормально все, а потом пришли двое. У вас это... Вам, короче, выходить надо. Я говорю, а зачем причина? Говорит, ну, въезд закрыт вам. Я вышел на брянской границе. А на основании чего въезд закрыт? А они так и не ответили. Они начали мне рассказывать, что в министерстве юстиции, еще что-то, еще что-то. Пятое-десятое. В оконцовке высадили, и на обратный поезд, там, нас восемь человек высадили. Ну, там, тех, кто на Майдане не было, там, действительно, кто просрочил визу, кто все это. И на этот посадили поезд назад украинский. А мне говорили, женщина там, там, из таможни. А если бы, может быть, таблички не было, может быть, бы и проехал бы в Москву. То есть россияне не пускают? А я говорю, это равносильно. Зачем это? Как бы что-то сделать, потом в оконцовке стать предателем. Ну, а что бы вы вот хотели обратиться к луганчанам? Что бы вы им хотели сказать? Не верьте, братья, сестры, правительству. Это... Они вас просто... Как вам объяснить правильно? В блуд заводят. На самом деле все не так. Вы посмотрите на этого Януковича. Что он сделал хорошего? Он только карманы набил, он просто на рот доит. А к Майдану, если, конечно... Если у кого есть возможность, конечно, подделать. Я не говорю, там, у кого семья, конечно, не бросишь. У кого есть возможность, конечно, в Киев поехать. Поедите, поедите, поддержите. Там всем людям и помогут, и поддержат. Дорогие наши интернет-телезрители, вы видите откровенный разговор. Герой Украины, можно сказать. Его геройство написано кулаками и палками. Беркута и милиции на его лице, на его теле. Мы постараемся всех... Ну, не всех, конечно, но часть людей, которые будут проезжать с Майдана, чтобы они делились своими впечатлениями, делились своими... На самом деле, той жизнью, которой они прожили и проживают за несколько дней, находящихся в Киеве, чтобы они доносили до нас, до луганчан, то, что есть, как это все происходит, какой дух, какая сила. И человек, которого избили, который в первый момент уже хотел уезжать, а потом, побыв еще несколько часов в день в Майдане, он обратно получил этот заряд, получил эту энергию, и он обратно едет, и он обратно гражданин, он в строю, и он будет бороться и бороться с этой властью. Спасибо большое.